Девушки отдыхают И у нас были даже так называемые ворота просто из деревьев Ну честно говоря, очень много похожих образов Потому что, например, Костя, который играет во дворе, но боится подойти к тренеру Таких много было ребят аналогичных, которые играли, допустим, во дворе, но не хотели или как-то стеснялись записаться в секцию Костя, давай сыграем В смысле? Ну, если я отберу у тебя мяч, ты подойдешь к тренеру и поговоришь с ним Блин, Настя, я в шоке, это капец То, что показано в фильме, конечно, это высший пилотаж, а так во дворе такого не делали Ну, все равно, даже когда ты занимаешься футболом, все равно как-то по-другому немножечко футбол смотришь То есть где-то анализируешь что-то такого плана Давай открывай, что ты смотришь Получалось в детстве, нога быстро растет То есть покупают родители одни бутсы, то есть уже получается нужно менять Поэтому сильно дорогие бутсы никогда не было Были, да, вот эти с резиновыми шипами, которые там еще задний шип такой был слитный с двумя Потом были кеды с такой ковчуговой подошвой Потому что у нас было искусственное поле, только на нем можно было играть в таких кедах Эй, слышь, бутсы на место положил? А что это за бутсы? Мои Родители изначально привели футбол, но, в принципе, об учебе я тоже не забывал, то есть мне постоянно Если я учился, допустим, во второй смене, утром я шел тренироваться А во второй смене уже в школе учился и вечером делал уроки А если были какие-то выходные дни или лето, там, естественно, у нас были какие-то турниры Либо тренировки, и тогда вечером могли прийти с ребятами Я жил недалеко от стадиона и там играли Ну вот сейчас даже вот приезжаю домой, сейчас такого нету, чтобы кто-то играл во дворе, как раньше у нас Потому что раньше было много детей Ну, так получилось, что, видимо, такой возраст был И как раз много было детей одного возраста И мы постоянно выходили и играли Сейчас уже, наверное, такого меньше стало, что жаль Но так, вот именно вот это вспоминалось, что можно было выйти И постоянно там ребята играли До пяти голов До трех Вот, допустим, у меня сейчас тоже сохранилась вот та же футбольная дружба, как и в фильме То есть с раннего детства мы ходили в секцию Также с ребятами, которыми играли во дворе Сейчас до сих пор дружим, поддерживаем связь Ну, естественно, спорт, понятное дело, что объединяет Как показано в фильме То есть это жизнь, считай, все ребята через это прошли Я через это прошел Можно сказать, что путь наверх Он все равно изначально строится со двора И потом уже с футбольной секцией И уже тогда профессионал Продолжение следует...